Валерий Курасович Отличие цивилизации от дикости, от варварства То есть мы знаем, что народ неразвитый, производство неразвитое, средства производства неразвитые, культура неразвитая Это время дикости А когда появляются точные свидетельства, говорящие о том, что такое медленное-медленное улучшение Сменяется достаточно быстрым развитием И вот это само развитие приводит к распространению знаний К распространению средств производства К распространению лучших приемов, изготовления всех средств существования И домов, и пищи И средств развлечения и так далее Вот тогда мы начинаем говорить, что появляется цивилизация Ну а что является показателем цивилизации? Считается, что одним из показателей цивилизации – это письменность Письменность позволяет хранить, передавать те достижения, которые были сделаны Передавать не только через человеческую память и через устную речь А передавать от одних поколений к другим И тогда развитие культуры получает такое накопление основы, базы На которые идет уже устойчивое развитие Развитие не проваливается, потому что кто-то умер Не проваливается, потому что какой-то набег состоялся у варваров И значительная часть людей, которые что-то умели И помнили, как это делается, как это изготовляется Как это произносится и так далее Пропало Появляется возможность сохранить это все Письменность – это возможность сохранить то, что добыто Сохранить тот опыт человечества, который имеется Поэтому можно сказать, что с появлением письменности Началась эра цивилизации Когда то, что делается сегодня, опирается не на опыт и знания Только данного поколения или его, так сказать, родителей Или родственников Не только на опыт и знания данной Данного племени, данной семьи Данного рода и так далее Мы можем говорить о цивилизации Тогда Когда Опыт, накопленный другими людьми Опыт, накопленный В другое время Он собирается Накапливается И Сохраняется Когда вот началось это сохранение Накопленного опыта Вот это очень близко к тому Мы заканчиваем наш курс Темой цивилизации Очень близкой к специальности К направлению, к музеологии Если музей, это что такое? Это такое общественное учреждение Которое А Собирает историко-культурное наследие Б Хранит это историко-культурное наследие В Изучает И Г Распространяет Пропагандирует Потому что пропагандировать Это и есть распространять Да? То Что такое Появление письменности? Это появление такого инструмента Такого средства Такого способа Который как раз позволяет Хранить Хранить Накопленный опыт Все, что накоплено людьми Надо записать Как только появилась возможность записывать Вот появилась возможность Сохранять то Что раньше сохраняла память живущих И потеря Чья-то смерть Или Несчастье Означало потерю Может быть культурную Очень значительную Потерю В том Для следующих поколений Того Что могло бы Принести Улучшение жизни Развитие И так далее Поэтому Не случайно С появлением Письменности Мы Связываем Вступление человечества В период цивилизации Цивилизация Начинается С письменности Какая письменность Это уже другой вопрос Разные есть формы Письменности Да? У разных народов По-разному Это И клиновесик И Иероглифы И алфавиты Но Цивилизованными Становятся народы Тогда Когда Они Обретают Письменность Или сами Ее изобретают Или берут У других Но с помощью Этих Вот Записей Они могут Теперь Что делать? А Сохранять Историко-культурное Наследие Потому что Оно теперь Записывается Б Собирать Тоже могут То есть Собирать Просто то Что было написано Другими Да? Хранить Это вот Библиотеки Не только Музей Но прежде всего Письменная Культура Это ведь Если вообще Культура Это опыт Человечество Это опыт Он присутствует В виде Материальных Средств В виде Сооружений Зданий В виде Утвори В виде Средств Производства А теперь Он еще Присутствует В виде Вот тех Уроков Которые Извлекло Человечество В виде Описания Того Что и Как Делается Что и Как Изготовляется Что и Как Производится Что и Как Применяется Вот Такого Рода Описания Они Имели Такую Ценность Что Добровольно Были Несмотря на То Что запись Это дело Трудное И мало Кто овладел Этой Наукой Записывать Записывать То Что Является Опытом Но Можно сказать Что благодаря Вот этим Добровольным Песцам Тем Которые Записывали Все Все Что они Могли И считали Нужным Сохранить Мы Получили Вот эту Письменную Культуру То есть Книги Книги Хранятся И Являются Собой Хранилищем Вот этого Бесценного Опыта Человечества То есть Сами по себе Книги Они Как Каждая из них Как Часть Этого Музейного Дела Она И Позволяет И Собирать Историко-культурное Наследие Потому что Собираются Книги И Собираются В книгах То Что Было Раньше Разрозненным Несистематизированным Раз Во-вторых Это Это позволяет Возможным Хранить Книги Значит Хранить Книги Нескоро Появилось После того Как Началось Появились уже Книги Книги были Только рукописные И они Уже эту функцию Выполняли А потом Началось Когда книга Печатания Оно Оно Нас Спасает От чего От Всякого Рода Потерь Спасает Потому что Если книг Издано Напечатано Написано Написано Сначала Сначала Количество Рукописных Эземпляров Увеличилось Ну вот Скажем Та же Самая Библия Это пример Да Или Другие Священные Книги В каждой Религии Это пример Того Как Переписывались Переписывались И переписывались Вот эти Священные Книги В которых Заключалась Культура Народа А с Открытием Книгопечатания Этот Процесс Расширился И вот Та задача Которая Стояла И которую Мы сформулировали Которая Перед музеем Стоит Да Распространять Это культурное Наследие Ну Что такое Тиражирование Тиражирование Это и есть Сама Возможность Распространять Понятно Что Эту книгу Надо еще Передать Эту книгу Надо еще Прочитать Эту книгу Надо изучить Но это Дает возможность Распространять И это даёт возможность само распространение превратить в культивный процесс, то есть процесс, который порождает расширение самого себя. Человек прочитал книгу, ему хочется её воспроизвести, ему хочется написать аналогичную книгу или использовать эту книгу в своей книге и так далее. И процесс развития книг и издания является таким процессом, который заложил основы дальнейшего развития человеческого общества. Можно сказать, что развитие человеческой цивилизации, то есть культуры, пошло быстрыми шагами с появлением книг, написанием книг, и затем с появлением письменности, и затем с развитием книгопечатания. Вот это нужно зафиксировать, безусловно, очень важно. Ну вот наличие, скажем, музеев, которые просто представляют собой сохранение того, что есть в живом виде, можно сказать, что от этого не отрывно. Что-то сохраняется в книгах, что-то сохраняется непосредственно в вещах. Ну, поскольку в музее надо, чтобы каждая вещь, она оживала, и чтобы люди понимали, как она используется, как применяется, как это было, как это было на самом деле. Поэтому здесь вот описание этого в книгах совершенно необходимый элемент. Так и сейчас, скажем, каждый музей имеет путеводители, и, так сказать, каждая выставка имеет соответствующую литературу. Есть литература о художниках, литература о скульпторах, о скульптурах и так далее. И это неотъемливая часть того дела, которое, можно сказать, делом развития цивилизации. То есть повезло тем, которые присутствуют здесь, поскольку они являются, так сказать, людьми, которые стержневое дело развития цивилизации взяли на себя, чтобы цивилизация шла вперед, чтобы человеческое общество не деградировало, а развивало свою собственную культуру. Ну, вот это один аспект. Можно сказать, что стержень цивилизационного развития – это развитие средств, всех средств, с помощью которых то, что добыто человечеством и то, что приносит ему пользу, сохраняется, развивается, пропагандируется, расширяется и более широко используется. Но есть и другое понимание цивилизации, имея в виду, что вот этот весь процесс по-разному шел в разных стран и народов. Это хорошо или плохо, что многообразными, различными путями люди подходили к решению вроде бы аналогичных задач. Перед всеми народами, перед всеми нациями стояла задача поддерживать свое существование, для этого осуществлять производство, и для этого необходимо делать соответствующие открытия. И этими открытиями потом пользовались люди, прежде всего, и этого народа, а потом и не только этого народа. Скажем, если в Китае был открыт порох и шелк, то шелковые изделия, они до сих пор лучше, чем нейлоновые. А порох по-прежнему используется в современном производстве, и в изготовлении этого пороха люди достигли таких высот, что он свое свойство не теряет в течение десятилетий. Могу рассказать такой эпизод. У меня вот есть дача в разливе, а разлив находится недалеко от Сесарецкого оружейного завода. На этом Сесарецком оружейном заводе производили, как известно, винтовку Мосина, трехлинейную, самую лучшую винтовку в мире, какая только есть, которая обладала таким свойством, что люди могут, она легко разбиралась и собиралась, хорошая точность стрельбы, и если вы случайно уронили в воду, или она в болоте, в грязи побывала, эта винтовка, она не теряет свойства. И боеприпасы главное, что и патроны тоже сохраняют такое свойство, быть использованными. И вот там у нас проходила газификация, не спрашивая того, хотите, чтобы у вас был газ, не хотите, вот, есть вы дома или нет, если у вас нет дома, ворота снимались, и, значит, туда ваш подход к вашему дому раскапывался, централизованным образом, и там ставили соответствующие стойки и трубы для того, чтобы можно было к ним потом в перспективе подключиться к газовой. Но это уже за отдельную плату. А что касается вот подводов, этих централизованных, и вот однажды я приезжаю на дачу, значит, ворота, я их снято, я их поставил обратно, а земля так присыпана, но там скорее есть песок, чем земля, и на песке валяются обоймы патронов. А я знаю, что за хранение оружия и боеприпасов это до двух лет. Ну, хорошие, так сказать, обоймы от трехлинейной винтовки. Значит, мы с коллегой решили посмотреть, как там порох, торож, действовать или нет, с какого времени они хранятся, то ли с дореволюционных, то ли с военных времен. В войну трехлинейку уже не употребляли в эту Великой Отечественную. Так что, возможно, что хранились эти там... Дом у меня 1895 года рождения, и это дом явно рабочего Сестрелецкого завода, поэтому, возможно, что это дореволюционные как раз боеприпасы. Ну, посмотрели, порох высыпаешь из патрона на лопату, раз, горит, как ни в чем не бывало, он пролежал десятки лет. Надо сказать, финны, они полностью воспроизвели нашу винтовку и порох, но только он таким свойством, патроны таким свойством, чтобы они пролежали десятки лет и могли быть в действии. Точно так же, как будто бы они произведены только сейчас. Они таким не обладают. Это говорит, в общем, о том, какого уровня культуры можно достичь. И в эту войну Великую Отечественную Сестрелецкий завод выпускал пистолеты, пулеметы и другие средства. И там некоторые улицы названы в Сестрелецке. Это улица Токарева, допустим, в качестве именами тех, кто был создателем соответствующих систем оружия. Ну, можно сказать и об утрате этой культуры. Сестрелецкий завод оружейный переезжал в войну в Новосибирск. Новосибирский завод сохранился, а наш Сестрелецкий завод уважаемая наша Валентина Ивановна, когда была губернатором, продала американцу. Первое, что сделал американец, когда купил, он засыпал стадион, на котором играли, так сказать, дети рабочих Сестрелецкого завода и вообще, можно сказать, много поколений Сестрелецчан. И этот завод не функционирует, уничтожен, его нет. Был такой проект, что там будет типа домов для богатых, чтобы они прямо были в заводских корпусах. Для этого надо снять там полуметровый слой промасленной земли, которая связана с изготовлением оружия, и все там вычислить. И так, чтобы там были богатые люди, могли чувствовать себя, что, дескать, раньше тут был оружейный завод, а теперь мы. по принципу детской сказки об обе-еде, чтобы она не только вас вымоет, выпарит, зажарит, съест, но это еще мало. Надо еще на косточках покататься. И на косточках ваших покатается. Вот отношение к культуре. Это завод, который потом был Сестрелецким инструментальным заводом, и до сих пор инструменты с маркой СИС, Сестрелецкий инструментальный завод, пользуются успехом, если вы их найдете. Потому что их уже практически невозможно найти. Ну, а вместо них используется теперь китайский одноразовый, который, если поработал немножко, можешь выбросить, в следующий раз покупай другой. И так далее. Есть еще люди, которые работали на этом заводе, есть еще люди, которые могли бы восстановить это производство. И сначала был разговор, что его переведут в конную лахту, но кончилось сделать просто уничтожением великолепного предприятия. То есть, вопреки той специальности, которой присутствующий представляет, надо сохранить цивилизацию, сохранить те приемы. А оружейный завод уже превратился в инструментальный завод и издавал замечательные инструменты. Вот это все закончилось. А кто этот порох изобрел, который на старецком заводе применялся? Он здесь-то не изготавливался уже, а изготавливался на другом заводе, в другом месте, который применялся уже в изготовлении патронов. Кто это делал? Это изобрели китайцы. Вот. И все, что мы используем сейчас, а водопровод кто? Мы до сих пор знаем стихи, водопровод построенный рабами Рима. То есть каждое достижение, которое сейчас применяется, оно кем-то было, каким-то народом сделано добыто. Это касается и культуры, почему говорят сельскохозяйственные культуры, потому что относятся с одной стороны это вид каких-то растений, а с другой стороны есть культура возделывания, опыт. Если у вас есть опыт, то слово культура здесь прямо имеется культура. Какие сельскохозяйственные культуры вы сажаете? То есть вы знаете, как их сажать, как их сеять, как их возделывать, как их убирать и так далее. Мы знаем, что с одной стороны мы знаем, что кто что выращивает, тот такие имеют и потребности. Это вполне соответствует тому принципу определяющей роли производства. Где любят рис? Там, где он растет. Где едят преимущественно рис? Там, где его легко возделывать. Где его возделывают? Его возделывают в Японии, его возделывают в Китае, его возделывают во Вьетнаме, в Корее. Но если люди возделывали его там, то и мы его научились возделывать. У нас тоже на юге есть рисовые плантации, мы прекрасно возделываем рис. И рис у нас в основном свой российский на сегодняшний день. Хотя, конечно, это не Родина. А почему на Севере едят черный хлеб, а на Украине едят белый хлеб? Потому что на Украине рожь не растет, а растет рожь на Севере. Поэтому возделывание ржи это тот опыт, который накоплен в таких более холодных северных областях. А почему народности севера питаются в основном рыбой? Потому что там больше и нечем питаться. Кроме если олени там питаются лишайниками, то люди там питаются рыбой и все, что связано с рыбой. Рыбы, тюлени, морские животные, морские какие-то моллюски и так далее. Вы не ели морских ежей? Нет? Вот я был на Тихом океане два года назад летом по делам профсоюзным. Вот и товарищи там в бухте находка показали как ловить их очень просто они как баранки только колючие такая ну не сильно колючие разрезают там сплошная икра можно есть сырой можно сварить в ведре или в кастрюле тогда можно есть эту самую сырую у кого есть потребность есть икру морских ежей ну у тех кто наверное живет в таких местах ну вот я попробовал и больше так сказать их никто их тут не видит и знать не знает этих икры морских ежей и если как посмотреть как у нас войдешь в финский залив там мелкие такие рыбки совсем вот такие маленькие маленькие разделяются а там когда ты заходишь в бухте в воды Тихого океана то камбала начинает плыть вот такие камбалы так же бегут как это то есть каждая географическая область каждая национальная территория она дает свою культуру если уже есть письменность есть способы сохранения этих приемов изготовления добычи то это рождает уже культуру общую но эта общая культура не состоит в том что просто уничтожается культура которая есть у первоначально добывших это растение или животное или сделавших соответствующее изобретение народов а это общее богатство в котором нет единообразия а есть разнообразие это разнообразие как единство многообразного нету тут подведения под один ранжир а наоборот единство многообразие единство почему в чем а единство в том что это определенные средства удовлетворения человеческих потребностей а многообразие позволяет решить проблему однотонности монотонности которая перед всеми встает вот если сейчас вы пойдете в магазин у гастронома придете к самому к стенду на котором выставлены колбасы и колбасные изделия к этому и к анастасу и там одно и то же сделано из одного и того же с разными комбинациями немного добавлено мясо сколько ну вот есть например такие колбасы на которых написано например есть докторская в зеленой упаковке на которой написано не менее 84% мяса на всех остальных докторских не написано сколько мяса и есть ли мясо вообще но сейчас уже есть накоплена культура изготавливать колбасу без мяса правильно как бы достижением культуры является с точки зрения удешевления рабочей силы появление маргарина формула маргарина выдаст вам маргарин это большое достижение можно это он заменяет масло дешевле несколько раз и можно зарплату меньше платить пусть люди намазывают маргарин и можно объяснить что это мягкое масло еще можно под разными соусами рекламировать вроде воймекс там корова стоит и эта корова изображает что тут от коровы ничего нет тут все трава или или есть рама ну вот у нас как я помню в школе говорили что эти рама стекла стеклянные оловянные деревянные и дерево а тут раму предлагают вам в пищу что бы это могло означать там это хороший маргарин на нем написано что 60 в нем мелким шрифтом я рекомендую читать мы же люди цивилизованные пищу уже знаем там написано 60% воды а как это добиваются это была мечта всех торговых работников смешивать подмешивать добавлять допустим вот если вы на 10 литров молока вольете литр воды что будет 11 литров будет молока если вы на килограмм сметаны 100 грамм вольете молока сколько у вас будет сметаны если возьмете на тысячу тонн скумбрии добавите одну тонну еще соли дополнительную она и так соленая сколько у вас тонн скумбрии будет тысяча одна тонна скумбрии и вы можете эту тонну продать по цене тонну соли продать по цене кумбрии вот в свое время после реформы 1965 года в газете правда была такая статья в чем соль и вот автор говорит вы думаете здесь вот в фигуральном смысле вопрос стоит в чем соль нет в буквальном смысле а в чем соль вы думаете если скумбрии такая соленая так это случайно не случайно это вот по этой причине которую я уже объяснил а если у вас страшно сладкие всякие кондитерские изделия там почему так и они сладкие это так предполагается но нет так не предполагается просто если туда на печенье положить сахару больше то это вы же не сливки не масло а сахар который дешевый у вас получается больше печенья и за меньшую цену и так далее и вот после реформы 65-го года и это пошло сейчас это получило колоссальное распространение так вот в чем состоит особенность маргарина это вот решение той проблемы научной которая мучила торговых работников как смешать подсолнечное масло или растительное масло и воду их как не смешиваешь крутишь крутишь они потом опять разлагаются а вот нашли люди с помощью эмульгаторов делаются большие молекулы большие молекулы устроены так одна молекула растительного масла и две молекулы воды в итоге вы получаете одну молекулу маргарина уже твердая фракция и вот две жидкости вы соединили с помощью эмульгатора и эмульгатор кстати используется эта вещь хорошая для изготовления шоколада иначе если вы просто будете какао мешать со сгущенкой такая жидкая масса будет оставаться если хотите сделать плитку вам нужен эмульгатор и вот с помощью эмульгатора вы получили это так называемое мягкое масло или маргарин и можете его предлагать вот если вы помните в 90-х годах масло исчезло сливочное и везде предлагали маргарин всяких видов сейчас как-то все снова есть правда кремлевский спред теперь уже называется правильно пишут спред растительный воду с этим с маслом неизвестно каким на нем кремль нарисован но я думаю в кремле никто этой пищи не употребляет я вообще не знаю кто употребляет пищу эту гадость но тем не менее она продается а вы сейчас не видите такие разноцветные такие кричащего такого вида сгущенное молоко продается в котором нету вообще молока оно из растительного сырья и сахара и чего-то еще и так далее и если написано допустим сметанка то вы должны точно знать что это культурные люди цивилизованные зато это должны понимать что это не сметана сметана это сметана а сметанка это что-то или если написано сгущенка а не сгущенное молоко это там это не сгущенное молоко и не сгущенное и вообще не молоко и так далее то есть разные бывают приемы и способы и они тоже подпадают под понятие культуры то с другой стороны в самой культуре нужно еще поскольку культура это накопленный опыт человечества надо еще отбирать из этого опыта то что является развитием культуры а то что является элементами деградации или противоположными тенденциями к культуре вместо того чтобы продукт улучшать скажем вологодское масло где это вологодское масло его отвезли на запад на экспорт и вот недавно очередная атака была на соответствующее предприятие которое производит вологодское масло чтобы его не ликвидировали и не приоритизировали потому что пока оно не приоритизировано оно еще существует как приоритизировать неизвестно что с ним будет то есть нужно еще отбирать это определение культуры и содержится что-то нахопленный опыт человечества не дело что сделало человечество а опыт его опыт такой что не надо эту глушенку производить не надо маргарин выдавать за масло не надо молочный жир заменять на пальмовый потому что вы получаете продукт худшего качества но более дешевый потому что с точки зрения прибыли увеличения ее конечно если я предприниматель и если у меня задача получить больше прибыли то естественно если я положу дешевое туда то будет дешевле для меня а для вас будет то же самое потому что название все сохраняются если вы сейчас возьмете целый ряд кондитерских изделий весь ряд всю линейку сплошь они это вот линейка в которой молочный жир заменен на какой-нибудь жир дешевый и поэтому вроде бы все то же самое а вкуса нет а почему нет а потому что потому что это не то же самое то есть многообразие и отбор который человечество ведет он приводит к тому что достижение отдельных народов отдельных наций народности даже они собираются в такую копилку культуры всего человечества а разнообразие связано с различными географических экономических исторических условий и это хорошо что были имеются географические экономические исторические но мы знаем и такое время когда понятие цивилизации использовались для прикрытия по существу самых лавровских форм уничтожения других народов вот если вы возьмете период освоения Северной Америки то он начался с чего с того что приехали люди цивилизованные у которых были уже ружья огнестрельные оружия и для чего использовалось это достижение цивилизации для уничтожения местного населения индейцев которые достаточно были цивилизованными чтобы не превращаться в рабов вот северо американские индейцы никоим образом не становились рабами их заставить работать на других было невозможно это быстро западные цивилизаторы усвоили и они занялись войной на уничтожение война на уничтожение а почему можно уничтожать для этого была придумана теория о том что это дикие народы а раз они дикие а мы цивилизованный народ то цивилизованный народ может уничтожать дикие и в этой войне на уничтожение уничтожали мужчин которые с оружием в руках сопротивлялись, и женщин, и стариков, и детей, просто потому что они мешают, надо освободить пространство. Для кого? Для цивилизованных белых, которые прибыли из цивилизованной Европы. И вот есть недавно такая книга вышла, «Война на уничтожение» Егора Яковлева. Ее презентация была на опер.ру, то есть на сайте Гоблина. Можно посмотреть. В этой книге эта картина «Война на уничтожение», которая была представлена. И доказывается, что то, что потом пытался повторить Гитлер в своей войне, оно было воспроизведением и использованием того опыта уничтожения на самом деле цивилизации, культуры, уничтожения других народов, которые делали европейцы захватывавшие территории Северной Америки. Если есть бизоны, которые используются в пищу индейцами, бизонов надо убивать, чтобы нечего было есть этим самым. Если у них есть земли, которые они обрабатывают, то надо выгнать их с этих земель туда дальше, вглубь, на запад. Там, где они умрут и от голода, и от холода, и от того, что у них не приспособлено еще для обработки земля. И вот таким образом шло освоение территорий североамериканских нынешних штатов. Надо сказать, что те приемы, которые у них были, они сохранились, можно сказать, в их менталитете. И в том, что они и сейчас время от времени сбрыкивают и начинают делать то, что делали их предки, и что делали фашисты. Фашисты тоже здесь ввели войну на уничтожение. Причем война на уничтожение предполагалась именно на Востоке. На Западе получился некоторый сговор с теми же французами и вообще с европейскими государствами, который состоял в том, что, дескать, мы вас захватываем, но мы вас не уничтожаем. А вы работаете на гитлеровскую Германию, и они все работали. И Чехословакия работала, и Польша работала. Поэтому, если у нас много погибло людей в России, здесь, в Советском Союзе, это в том числе не только благодаря Гитлеру, а и тем, кто производил пушки, танки, самолеты, патроны, снаряды, мины и так далее. Но по отношению к Советскому Союзу и по отношению к движению на Восток была предпринята та же самая тактика, как теми завоевателями, которые пришли завоевывать Америку из Европы. А здесь, так сказать, оставшаяся без колоний Германия, опечаленная тем, что у нее нет такой картины, как у Англии, которая захватила богатейшую Индию, или там у Голландии, или у Испании и так далее. Вот они решили восполнить это таким образом, и планировалось уничтожить 30 миллионов русских. И евреев уничтожали, советских, прежде всего. А что касается, вы даже знаете, что было восстание в Польше в еврейском гетто? Раз было там восстание, значит, там евреи не были уничтожены, а были в гетто. То есть они находились в одном месте. А здесь, на территории Советского Союза, их выводили и расстрелили евреев и коммунистов. И задача при этом была, как можно больше расстрелять. Как можно больше народу погубить. Вот сейчас, так сказать, идут рассуждения о Холокосте. Вот в этих рассуждениях, кроме того, что является исторической правдой, что вот, так сказать, евреев уничтожали, Питлеровские полчища, есть и совсем другая нота. Я сказать, вот давайте печалиться будем по поводу смерти евреев. А по поводу смерти тех, кто их освобождал. А по поводу смерти других граждан. У нас граждан российских, советских, погибло гораздо больше, чем евреев во всем мире. У нас 27 миллионов этой жертвы, включая евреев, конечно. Поэтому как-то странно. Давайте будем печалиться только по поводу смерти евреев. Тут попакивают национализмом. Я вот был на кладбище Перлашеса в Париже. И меня так вот резануло. Я смотрю, вот лежит плита, и написано евреям, погибшим вас, венцами. А что, а русским, побившим вас, венцами не надо? А если и русские погибли в другом месте? А татарам? А эстонцам? А литовцам? А полякам? И так далее. То есть, какое должно быть отношение к жертвам фашизма? Мы, наверное, во-первых, скорбим отношение всех жертв фашизма. И осуждаем фашизм как явление, которое является человеконенавистническим. А не только евреям ненавистническим. Это, так сказать, сужает, я так сказать, и спектр преступлений нацизма. Я так сказать, ну ладно, то, что евреев они уничтожают, это мы об этом скорбим. А то, что остальных уничтожаем, уже не скорбим. Как-то давайте скорбить. Вот я представил себе, у нас может быть такое кладбище, где написано, русским побившим в Великой Отечественной войне. Или татарам, погибшим в Великой Отечественной войне. Или армянам, погибшим в Великой Отечественной войне. А там вот только евреям, погибшим в Асфинцами. Вот я видел это собственными глазами. И по этому поводу, так сказать, некий шум, и давайте примем закон, что только так употреблять, и никак иначе не употреблять. Какие могут быть законы, так сказать, в изложении истории или рассмотрении вопросов культуры. Вот замысел был 30 миллионов человек уничтожить на Востоке советских людей. Для начала, какое было бы продолжение, об этом мы не знаем. В итоге, так сказать, вот благодаря такому гигантскому сопротивлению, которое было со стороны Советского Союза, народов Советского Союза, можно сказать, сохранена не только человеческая цивилизация, но сохранено и население. Ну, скажем, если замысел был 30, а погибло в общем сложности около 27. Ну, 3 миллиона человек. Особенно сейчас, когда говорят, как вот, что может быть важнее жизни одного человека? Что? Что? Жизнь двух, трех, четырех, трех миллионов. Вот мы об этом не должны напоминать. Поэтому, когда вот мы говорим о цивилизации, написанной и вот одновременно, как представители культуры, мы должны ведь накопленный опыт брать, то есть мы должны говорить не о том, какая была индустрия, которая уничтожала людей в газовых печах или в Бабьяме, Яре и так далее. А вы, мы должны понимать, что не должно повториться и к чему должно противодействовать. Человечество, фашизм, который был осужден Нейрнбергским трибуналом, он, между прочим, он, между прочим, после войны, ведь существовал еще в Испании, в Португалии, потом он появился где? В Чили, потом фашизм появился в Греции, режим черных полковников, потом фашизм проявил себя, впрочем, в России, когда стреляли из танков по Белому дому. Это что такое? Когда из танков стреляют по парламенту. Это есть открытая террористическая диктатура. Она была у нас недолгой, вычислялась месяцами, потом разъяснили, что надо прикрыть все выборами, демократиями, конституцией и так далее. У нас снова выцарилось демократическое государство. А вот что касается Соединенных Штатов Америки и их сателлитов, они время от времени проводят фашизм на экспорт. То есть объявляются древние страны с высочайшей культурой, таких, как, допустим, Иран, страна-изгой. Как бы вы есть, но вас уже как бы нет. Просто до вас еще руки у меня не дошли. Но вас скоро не будет. Или КНДР. Там, как известно, на территории Кореи было древнее государство Корео. И вот, как кто-то там решает убивать, не убивать. Применять средства или не применять. Дескать, мы страна цивилизованная, у нас есть ядерное оружие. А вы страна не цивилизованная. Вы разоружитесь, и потом посмотрите, что с вами будет. Уже посмотрели. Вот, например, северокорейцы посмотрели, что стало с Югославией. Это хорошо, что не распространилось ядерное оружие на Югославии. И что сделали с Югославией, цивилизованной, так сказать, в кавычках, страны. А нету с Югославией. Всего на группу мелких государств, не имеющих никакого значения, в европейской политике разделилась. Севчане, они тяготеют к своим хозяевам теперь. И Македония, и Черногория, и Сербия, и Хорватия, и Косово. А Ирак, это же страна богатейшей культуры. По крайней мере, две с половиной тысячи лет можно исчислять культуру Ирака. По сравнению с Ираком, вообще, Соединенные Штаты Америки ничто. С точки зрения, так сказать, периода культурного развития. И что они сделали с Ираком? Они уничтожили демократическое государство, которое там было. Повесили президента. И все это под смехотворным предлогом, что вот мы тут ищем оружие массового поражения, а вы мешаете нам искать. И освободились. А посмотрите, сколько государств, внутри которых демократия. В буквальном смысле слова, буражная демократия какая есть. Там есть голосование, выборы, всех же избирали, вели кампанию. А потом эти люди набросились, как дикие звери, на Ливию. А чем в Ливии провинилось? А в Ливии представлялось, чтобы буражное государство, самостоятельное, демократическое. Но там было бесплатное образование, бесплатное обучение, бесплатная медицина. Там бедность была в очень ограниченных пределах. Это не соответствует той культуре, которая развивает, так сказать, современный западный мир. И что сделали с этим государством, с Ливией? А уничтожили его? А что сделали с президентом? А разорвали на куски? Просто разорвали на куски. И вот когда наши руководители посмотрели, что будет с президентом, в том случае, если вы ослабнете, и что будет с премьером и с другими руководителями, то они поняли, что надо укреплять нашу оборону. И что дальше по этой дороге, если пойдешь, то попадешь в такую же ситуацию. Вот это урок из этого, что это урок из фашизма на экспорт. Фашизма вроде как внутри этих стран нет, но когда они выходят за пределы своих территорий, они начинают относиться к другим народам, как к варварам. А что значит относиться? Дескать, давайте мы будем рассматривать этих народов как ниже нас стоящих, а это тот же самый расизм и нацизм. Вот американская нация – это великая нация, а эти кто такие? Надо их уничтожить. И чем больше уничтожить, тем лучше. И летали самолеты, дескать, сделало им открытое небо. Там будут летать все остальные самолеты всех государств, кроме ливийских. И будут гоняться за каждым ливийцем, и из пулеметов их убивать, и бомбы бросать на каждого. Я был в Греции, в Афинах, на конференции «Фашизм в Европе». И вот там были многие представители разных самых государств, выступали по поводу того, что происходит, и какая опасность есть фашизма при этом, как сохранить культуру и цивилизацию в Европе. Единственное, что чувствовалось, что боятся вообще даже слово про США сказать. Боятся. Почему? А потому что эти маленькие европейские государства, представители которых там были, они так и представляют. Они скажут что-нибудь, а прилетят американские самолеты и их уничтожат. Точно так же, как, скажем, в период войны с гитлеровской Германией, если вы возьмете, какое движение было в Европе, в маленьких государствах антифашистское, ну, это сопротивление. Я скажу, вы нас порабощайте, а мы сопротивляемся туда, песочек подсыпаемся, бьем партизанскую войну. А о победе над гитлеровской Германией, ни в Бельгии, ни в Голландии, ни в других маленьких странах даже и речи не могло. Такая мысль зародиться не могла. Ну, как может какая-нибудь Голландия победить гитлеровскую Германию со всеми ее сатерициями, такую мощь. И такая идея могла зародиться, и такая практика могла осуществиться только в Советском Союзе, крупном государстве. И другие крупные государства, такие как Англия и Соединенные Штаты Америки, союзные с Советским Союзом, участвовали в разгроме фашизма. А прочая, так сказать, вот вся эта Европа, которая сейчас делает санкции против России, она вся участвовала в чем? В изготовлении продукции, с помощью которой много-много наших людей полегло. А если бы она меньше изготавливала, меньше бы полегло. Если, скажем, наши люди в такой ситуации уходили в партизанские отряды и организовывали вооруженную борьбу, в Европе все было тихо, мирно. Вы слышали там, видели вооруженные борьбы? Она когда уже до наших войска подходили. Ближе. Тогда только стало себя проявлять. Вот. Так что вопросы развития цивилизации, это вопрос противоречивый. То есть, с одной стороны, есть новые средства вооружения, новые средства созидания, а есть и средства уничтожения. Поэтому извлечение, вот то, что у нас сейчас мир в целом, нет ядерной войны, это тоже урок определенный. Хотя, скажем, для Японии они вполне урок. Вот там две атомные бомбы сбросили на Японию, а они еще, так сказать, терпят там американские базы на своей территории. А почему они терпят? А потому что сил у них не хватает. А почему у них сил не хватает? То, что политику силу проводят в Соединенных Штатах Америки, дескать, Япония должна быть демилитаризована, там не должно быть никакого военного, так сказать, присутствия самих японских войск. А вот американские войска, так по праву победителей, там стоят. Значит, это, дескать, очень хорошо и здорово, что советские войска ушли из Германии, да? А ушли из Германии американские войска? Нет. А из Японии ушли? Нет. Вот, то есть, можно сказать, что цивилизацию, если взять ее как противоречивый такой процесс, в нем это вот проблематика, о которой мы должны с вами думать и говорить, что нужно уроки извлекать из предыдущего опыта, и эти уроки состоят в том, как сохранить мир. Его нельзя сохранить только движением за мир. Если нет, скажем, не было бы у Советского Союза, и сейчас у России ядерного оружия, тут была бы война. Что одно из средств сохранения мира, это поняли и товарищи наши из КНДР. Они поняли, что если у них не будет ядерного оружия и средств доставки, то с ними поступят так же, как с Ираком и с Ливией. И как им предлагают, там же мирный договор не подписан. С Кореей и Северной идет война. 17 государств под флагом ООН во главе США. И если бы так стоял вопрос, давайте, значит, мы с вами подписываем мирный договор, а потом вы разоружаетесь, так сказать, и проводите ядерное разоружение. Это один разговор. А вам говорят, давайте вы разоружитесь, а потом будут переговоры. А потом они знают, какие переговоры. Уже в Ираке не с кем переговариваться. Где президент? В Ливии не с кем переговариваться. Неужели люди, которые это видят, их можно убедить в том, если это серьезные люди, что, если сказать, давайте сначала вы, давайте все, разоружитесь, потом мы с вами поговорим. Мы уже видели, как вы разговариваете. У вас разговор один, пушки, танки, самолеты. Вы захотели в Сирии сейчас разбомбить ту базу, на которой взорвалось. Это химическое оружие. А как оно там оказалось? Это же территория, которая контролируется террористами. Сирия под международным контролем сдала все оружие, которое было на ее территории, на территории, контролируемой правительственными войсками. А вот на территории исламского государства осталось химическое оружие. Так, а кого бомбили? А бомбили сирийскую базу. Кто бомбил? Бомбили те, которые требовали уничтожения химического оружия. Вообще вы не требуете уничтожения химического оружия в исламском государстве. И что-то не видно, чтобы очень сильно сражались Соединенные Штаты Америки с исламским государством. То есть, с одной стороны, говоря о цивилизации, о культуре, хочется, чтобы в этом погасли классовые различия, социальные различия, вся эта борьба, которая ведется в мире. С другой стороны, мы должны понимать, что хочется нам или не хочется таких сфер в современном мире, которые бы не зависели от других более сильных параметров, не бывает. Поэтому ни в коем случае нельзя противопоставлять, как иногда это бывает в литературе, цивилизационный и формационный подход. Говорят, вот у нас есть разные подходы, у меня цивилизационные, у вас формационные. На самом деле, это не подходы, это разные уровни исследования. Когда мы говорим о том, к какой формации относится страна, это значит, что мы вот при всем многоцветии культурных традиций, языка, истории, национальных моментов, мы находим вот в этом многоцветии, в этом многообразии то общее, в типологии производства, которое является, между прочим, решающим. И выясняется, что в современном мире при всем многообразии цивилизаций имеется всего два типа формаций. Два. Рабовладельческой формации нет уже, она в истории, первопытно-общинного фоунизма тоже нет, феодальной формации тоже нет, остались только короли, без дворян, без феодалов, то есть остатки, осколки, музейные ценности, или хороший музей живой в той же Англии, там и в Бельгии есть король, там где штаб НАТО, тоже есть в Брюсселе сидит, и так далее. Еще немало государств, которых есть там, на Ближнем Востоке есть, монархи, но эти монархи управляют империалистическим капиталом, который есть в этих государствах. На самом деле в современном мире имеются только буржуазные и социалистические страны, а из социалистических стран имеются такие, в которых переходный период от капитализма к коммунизму, их большинство, и единственная страна КНДР, в которой первая фаза коммунизма, то есть социализм. И все. И никакого разнообразия тут абсолютно нет. Разнообразие касается вот именно тех моментов и тех сторон, которые понятия общественно-экономической формации вообще не выражают. Ведь понятие общественно-экономической формации строится на том, что рассматривается экономический базис и соответствующему политическая, идеологическая и юридическая надстройка. И все. А исторические все моменты не берутся во внимание, а национальные моменты не берутся во внимание, и культурные моменты не берутся во внимание. Поэтому, как надо изучать любую страну, нужно сначала определить, какая это формация, и на каком, в какой формации она находится, или на каком этапе этой формации она находится. Тем более, что, вот скажем, нынешние капиталистические страны уже не находятся на этапе свободной конкуренции, а они находятся на этапе империализма, монополистического капитализма. А на этапе монополистического капитализма многие законы капитализма уже в преобразованном виде действуют. И вместо, скажем, понижения цен, которое было результатом конкуренции, вместо этого мы имеем монопольное повышение цен и загнивание монополистическое. И всякого рода антимонопольные комитеты, которые есть в империалистических странах, представляют собой прикрытие монополизма, который там уже присутствует. Еще ни один антимонопольный комитет, ни одну монополию не закрыл. Монополии цветут и развиваются. А исторические особенности в каждой стране свои, а культурное развитие в каждой стране свое, а национальные особенности в каждой стране свои, и язык тоже свой. И, соответственно, и культура и письменная своя, и песенная своя, и музыкальная в целом своя культура. И поэтому мы должны не противопоставлять одни категории и другие, а понимать, что одни категории – это категории более глубокого уровня, более близко привязанными к экономике. А есть категории, которые как бы собирательные, которые включают в себя уже все то, что мы рассмотрели. Если мы рассмотрели, какому обществу, какому типу строя общественно-экономического принадлежит эта страна, вот тогда мы можем взяться за описание уже культурных, исторических и национальных особенностей. Иначе мы ничего не поймем. Потому что, например, из культуры европейских народов не вытекает то, что нужно убивать индейцев. Не вытекает. А из того, что туда люди пришли и решили ускорить, так сказать, процесс создания капиталистического хозяйства в Северной Америке, раз не получается рабства, тогда мы завезем рабов из Африки. И стали завозить рабов из Африки. И десятки миллионов погибли в процессе вот этого принудительного путешествия, когда отлавливали, как диких зверей в Африке, негров, потом и концентрирули в концентрационных лагерях на берегах, потом они погибали, задыхались в кораблях, а потом они умирали от непосильного труда в североамериканских и не только в североамериканских Соединенных Штатах. И если потом началась война с севера против юга, это делает честь вот бывшим европейцам, а затем американцам, которые во главе с какой партией воевали против рабовладельцев юга? А? Северной. Северной. Какая партия-то там была? Из нынешних? Демократы. Нет, это вызывали. Демократы возглавляли рабовладельцев юга, а тех, кто воевал против рабовладения, возглавляли республиканцев. И так получилось, что у нас все время республиканцев как-то изображают, вот хорошие демократы, потому что название хорошее. А чем республика вам хуже, чем по названию, чем демократия? Или у вас демократия в республике, а республиканцы в монархизме, что ли? Такого нет? Можно сказать, что вот те люди, которые воевали против рабовладения, они, по крайней мере, честь буржуазных США отстояли. И США все-таки победило рабство. А вот точно так же, как США участвовало в борьбе с фашизмом, это есть великая историческая заслуга, в том числе и американской буржуазии. И точно так же, то, что она уничтожала иракцев и ливийцев, это позор современных Соединенных Штатов Америки. Это они вляпались в фашизм, но на экспорт. А это те страны, которые как раз имеют заслуги в борьбе с фашизмом. Вот так обстоит дело. Ну вот, собственно, те вопросы, которые мы должны иметь в виду, когда мы рассматриваем вопрос о цивилизации. А теперь мы с вами подошли к такому моменту, когда перед нами впереди два экзамена один только. Этап. А этот этап называется консультация. Консультация. Знаете, когда у вас консультация? 16 числа, да, консультация в 10 утра. А вот у вас не повесили еще в расписании экзаменов и консультации? У меня пока аудитории еще нету. Мы увидим попозже немножко. А? Уже есть, да? А где? В интернете, да? Продолжение следует...